У Жихара Угомеля появилась возможность учиться в IT-академии и отримать престижную профессию. В областном центре сегодня открылось региональное представительство Эдукационного центра Парка высоких технологий. Новую научную плясовку наведал наш корреспондент Ганна Корольчук. IT-академия – это ведущее учебное заведение, которое появилось на базе Парка высоких технологий в 2010 году. Его задача – подготовить квалифицированных специалистов, которые в будущем пополнят ряды сотрудников успешных международных IT-компаний. Образовательный центр ежегодно готовит более 3000 специалистов по основным направлениям IT-отрасли. Разработка программного обеспечения, тестирование, веб-дизайн, бизнес-анализ и интернет-маркетинг. Курсы ориентированы как на тех, кому нужно закрепить свои знания, так и для желающих освоить новую специальность с нуля. Мы стартуем с таких самых востребованных специальностей, как разработка интерпрайс-решений на Java, тестирование программного обеспечения, фронт-энд-разработка. То есть мы провели анализ, и именно те направления, те специальности, которые нужны в данном регионе, в первую очередь запускаем их. Одна из задач – это выровнять развитие IT-отрасли в регионе, потому что сейчас, как это ни странно, вся IT-индустрия сфокусирована в основном в столице. То есть многие компании испытывают трудности с органическим ростом ввиду нехватки кадров. Лучшие студенты получают рекомендации от преподавателей и проходят бесплатный тренинг по трудоустройству. За прошлый год более 600 выпускников стали сотрудниками компании-резидентов Парка высоких технологий. Помимо обучения взрослых, в IT-академии есть отдельное направление для детей – IT-ин-бай. Здесь занимаются ранней профориентацией школьников, начиная с первого класса. Преподаватели-эксперты знакомят детей с мультипликацией, разработкой сайтов, дизайнов, миров, майнкрафт и, конечно, робототехникой. Первая из таких самых-самых востребованных, самых горячих – это, конечно же, робототехника. Мы работаем с детьми, начиная с шестилетнего возраста и фактически до десятого класса. Постепенно растут дети, усложняются модели, усложняются конструкторы, усложняются проекты, с которыми работают ребята. А второе горячее наше направление – это, конечно, 3D-моделирование и дизайн. Его можно объединять в одно, можно разделять на две части. Учебный год в Академии совпадает со школьным, и по его окончании дети презентуют свои проекты перед родителями и сотрудниками IT-компаний, а также получают сертификаты. Анна Корольчук, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».